Всем-всем доброго денёчка! Ну, наконец-то у Любаши закончилась эпопея с собачкой, с бумером. То есть, надеюсь, у него дальше лечение продолжится нормально. Хозяева всё-таки придут в адекват. То есть, там тоже, то есть, это уже Люба говорит, я, говорит, просто не могу. Пишет этой девушке. Там же её подружка должна была хотя бы один раз отвезти собаку на капельницу, чтобы Люба могла хотя бы полтора-два часа поспать. То есть, она трое суток практически не спала. Потому что два раза в день нужно на капельнице. И что с утренней капельницы до вечерней, также и с вечерней до утренней, нужно каждые полтора-два часа давать лекарства и корм. То есть, спать некогда получается вообще. То есть, там всё расписано по часам, у неё прямо список такой. То есть, это всё записано, как врач сказал. И лекарства, и капельницы нужно строго соблюдать. Срок, чтобы это всё происходило, иначе щенок умрёт. Не щенок, собака, потому что ему год и восемь уже. Ну, а подружка это швырнула, Люба так и не приехала. И вообще не позвонила, даже не сказала, что извините, я не могу приехать. Люба уже говорит, с хозяевым давайте что-то делать, решать. То есть, они такие, мы возьмём билеты, то есть, постараемся успеть на поезд. Куда-то они прилетают, то есть, ещё на поезде доехать надо. Ну, вот. И что они на следующий день должны приехать. Люба утром съездила на капельницу, пишет им, звонит. Они трубки не берут, не отвечают. Вообще сообщения абсолютно не читают. Дошла внутрь, просто там грузовик подъехал. То есть, сообщения не прочитаны, то есть, она вообще понять не может. То есть, приедут они за собакой, не приедут они за собакой. Я говорю, давай мне их телефон. Говорю, ты что за безобразие-то вообще даже. То есть, люди вообще не беспокоятся о собаке. Она, может, умерла уже давно. Причём, они уже говорили с врачом, на чём я настояла. То есть, это, чтобы они поговорили с врачом, чтобы им всё объяснили. То есть, вообще, то есть, ну, эмоций. Она сначала плакала, что у неё вот одна собака уже погибла. Сейчас вот со второй такое случилось. Пожалуйста, помогите, не бросайте. Ну, а Люба-то, конечно же, не бросит. Ну, а потом, то есть, сутки не проверять, не отвечать. Говорю, давай я буду звонить. Она говорит, нет, не дам, ты на них наорёшь. Я говорю, конечно, наору. Говорю, ты сама не высыпаешься, не отдыхаешься, мучаешься. Я говорю, я здесь не могу спокойно выдохнуть, потому что я за тебя переживаю и за своих собак переживаю. То есть, это, говорю, естественно, я буду орать. Говорю, прям звоним. Вот, говорю, бери трубку и долбаш, долбаш, долбаш. Время уже 6 часов вечера. От них вообще ни слуху, ни духу. Приедут они, не приедут. То есть, ей собираться ехать в клинику. Не ехать. А я с ней по видеосвязи разговариваю. Она просто в невменяемом состоянии. То есть, она сидит как зомби. Говорит, да, ага, 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 ага. То есть, вообще неадекват человек. Ну, трое суток не спать, это садизм, то есть, капитально. Вот она до них дозвонилась. Ой, мы едем на машине, у нас аккумулятор разрядился. Ну, мы приедем, вы не волнуйтесь. А за день написать, позвонить, то есть, что мы выехали, у нас тут проблемы с машиной. То есть, еще что-то. Ну, то есть, не судьба, вот вообще. То есть, у людей вообще ответственности никакой нет. Они так переживают за свою собаку, что даже ни разу за сутки не узнать, она вообще жива, или уже все, уже не стоит спешить. В общем, отдала она им документы, все вот эти выписки врачебные, сказала, куда ехать. То есть, это, ну, естественно, ни за такси они не заплатили. То есть, они переводили два раза деньги, но этого не хватило. То есть, так же я и перевела, Кирилл пережил. Ничего, это они не стали выяснять, уточнять, то, что сколько мы вам еще должны, что мы вам должны. На такси, извините меня, то есть, туда, сюда, то есть, 300-400 рублей в одну сторону, потому что с животным. То есть, почти тысяча каждый, то есть, полторы тысячи в день на такси. Утром съезди, вечером съезди, то есть, люди так хорошо прикидываются, что они не понимают, когда касается их денег. Когда чужих, все нормально, то есть, все хорошо. Ну, вот, слава богу, она вчера вечером отдала, все, я уже спокойно могу тут доотдыхать несколько дней. Отдыха спокойно с детьми, то есть. Ну, пока она лечила собаку, растения начали подыхать. То есть, она говорит, то умерла, это засохло, это сгнило, в общем, то есть, она хотя пыталась поливать, но, видимо, где-то не полила, где-то залила. То есть, в общем, ну, приеду, буду восстанавливать. То есть, ничего страшного. Жалко, конечно, труды праведные, но что поделать. То есть, куда ей, то есть, главное, чтобы собаки мои там, то есть, живы-здоровы уже были, чтобы не подцепили заразу. Я ей сказала, он на карантине был в моей комнате, я ей сказала, говорю, ничего не мой до моего приезда, ничего не делай, просто выдыхай и отдыхай. Потому что, говорю, у тебя и психика, и физическое состояние, все, то есть, это в тарарары полетело. Называется, она отдохнула, то есть, спокойно, и я отдохнула тут спокойно, обе на говно изнервничались, как не знаю кто. Ну, слава богу, все, благополучно закончилось. Ну, как, для бумера пока не знаю, потому что будут ли вот эти хозяева так же вот ответственно, не спать, не есть, не пить, и заниматься животным, или так это. И у них все время, они каждый день, ну, вы все-таки врача иточните, может, это все-таки глисты? Собака умирает, какие глисты могут быть? Ну, мы его так-то глистогонили, ну, может, все-таки это глисты? То есть, ну, собака под капельницей оживает, то есть, вот ему ставят утром капельницу, он к вечеру уже все, его лихорадить начинает. То есть, а капельница, там не просто капельница, там еще все лекарства, комплекс, то есть, это идет. Может, вы ему сами что-нибудь дадите, ну, дайте ему там что-нибудь. Что дать? Ей врачи объясняют, все лекарства, которые нужны, не надо от себя тяной заниматься. То есть, энтерит, это такая болезнь, ну, может, все-таки глисты, вот с этими глистами, я не вот их заклинила. Хорошо было бы, если бы глисты проглистогонили вперед с песней. Ну, и, ну, все, успокоилась я. В общем, сколько всего произошло там, пока я уехала? Я уехала не так надолго, мне уже кажется, что два месяца прошло. Я тут и сама относительно не высыпалась. Мне кажется, сегодня буду спать как слон. Ну, а всем главное здоровья, хорошего настроения, счастья, удачи. Берегите себя, своих питомцев и дай Бог всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok